Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события к этому часу. Спортивная контрабанда. Таможенники изъяли в торговом центре поддельную модную одежду и обувь. Научат руководить. В городской думе прошел семинар для управляющих микрорайонов. Концерт ко дню победы. В советском районе молодежь устроила праздник для ветеранов. Начинаем с криминальной хроники. Кроссовки и тренировочные костюмы вне закона обнаружили самарские таможенники в одном из торговых центров. Контрафактную одежду и обувь с мировыми лейблами продавцы сбывали на распродаже по низким ценам. Сотрудники таможни незаконный товар изъяли и отправили на экспертизу. Были выявлены товары известных товарных знаков. Это Найк, Кадидас, Риба, Клакоста. На данных товарах незаконно использовались товарные знаки. Борьба с контрафактом в Самарской области на особом контроле. В прошлом году таможенники регулярно пресекали попытки ввести контрафакт, а также обнаружили и изъяли больше ста тысяч незаконных товаров. Дачный сезон стартовал в Самаре в этом году и изменилась схема маршрутов. И прежде всего, главное новшество – место отправления перенесено с автостанции «Аврора» на Хлебную площадь. Причина – ремонт Южного моста. Удобно ли это дачникам? Узнаем через пару минут. Удобные остановки – касса по продаже сезонок. С 1 мая с Хлебной площади можно уехать на даче как по двум старым маршрутам, так и по шести новым. Эти автобусы раньше отправлялись с автостанции «Аврора». Редислокация произошла из-за ремонта Южного моста и путепровода над железной дорогой. Ограничено движение транспорта общей массой более 3,5 тонн. Весь подвижной состав, который используется для перевозки пассажиров в городском округе Самары, превышает данные габариты, поэтому нам пришлось разработать временную схему организации движения. К дачным переменам горожане отнеслись с пониманием. Я живу в 13-м микрорайоне. Час, вот час ровно ехала. Поэтому на «Аврору» час и сюда час. У меня одинаково получается. Что делать? Приходится терпеть. Мост ремонтировать давно пора. Я живу в Куйбышевском районе. И я сегодня первый раз пришла. Сейчас узнаю. Если на крыжу останавливать буду, я буду с кряжи вообще ехать. Вот мне удобно. Когда пойдет клубника, когда поливные вот эти дни, а так нет в принципе, ну по 30. А когда самый такой, ну идет уже урожай, то да, бывает по 70 человек, по 60 в автобусе. Сейчас пока по наполняемости не меньше 25 человек. Тем не менее, некоторые садоводы предлагают еще одно решение дачного вопроса. Из Кошелево я еду сюда, через весь город. Когда построили южную, вернее, по Кирову, можно пустить еще транспорт. Этот вопрос городская власть уже решает. А тарифы на перевозки сохранили на уровне прошлого года. 2 рубля 2 копейки за километр. Для удобства пассажиров продаются сезонки на 4, 8 или 16 поездок. Автобусы отправляются в рейс каждые полчаса. Первые в 6 утра, последние в 20.00. Кроме выходных за город, можно уехать еще в среду и пятницу. 34 самарских дачных направлений обслуживают 80 автобусов. Они будут курсировать до 29 октября. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Все на футбол и не только смотреть, но и играть. Любительский футбол в Самаре развивается быстрыми темпами. Еще в 2009 году таких спортсменов были единицы. Сегодня количество команд перевалило за 250. Фанаты игры говорят, футбол в Самаре больше, чем футбол. Так ли это? Убедилась Мариана Мирная. Около 10 тысяч игроков в любительский футбол насчитывается в Самарской области. И с каждым днем их становится больше. Команды не только школьные, дворовые, но и корпоративные соревнуются в турнирах любительских лиг. Каждую отличают правила игры. Кто-то меняет формат, кто-то играет мячом размером пятого размера, то есть для большого футбола. Кто-то привык играть четверкой, это мяч для мини-футбола. Кто-то играет 6 на 6 в поле, кто-то предпочитает классический мини-футбол 5 на 5. Но это не так важно. Самое главное, что люди, которые участвуют в этих лигах, получают удовольствие. Любительская лига существует в Самаре с 2009 года. Тогда на заре основания она насчитывала меньше 20 команд, большая часть которых дворовые. Теперь же в области несколько любительских лиг для людей разного уровня подготовки. Все эти команды смогут принять участие в еще молодом турнире «Футбольная Самара», который пройдет на набережной. Этот фестиваль состоит из семи турниров, которые объединяют различные возрастные категории. Это футбольный факультет, где соревнуются студенты. Это Кубок наций, соревнования среди различных национальностей. Это и Кубок исполнительной власти, куда мы привлекаем различные футбольные команды из органов власти, районов, думы и администрации города. Яркий футбольный сезон в Самаре начнется с 7 мая. На стадионе «Локомотив» состоится турнир «Футбол запасной столицы». Дальше юбилей команды «Крылья Советов». С 3 июня стартует ежегодный проект «Лето с футбольным мячом». Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. В Самаре уже начались праздничные акции, посвященные Дню Победы. В Советском районе участники молодежного парламента при Совете депутатов подготовили для ветеранов большую концертную программу. Нравится ли современному поколению песни военных лет, узнала Лариса Шлафаст. Песни военных лет в подарок старшему поколению. Участник молодежного парламента Советского района Самары, профессиональный музыкант Максим Аскаков, концертную программу с духовым оркестром готовил больше месяца. Репетировали по 3-4 часа. В репертуаре самые популярные песни военных лет. Они и правда трогают за душу. И когда ты играешь с оркестром, это даже иногда не стоит объяснять что-то. Музыкантам они просто это все сами чувствуют, понимают. В концертном зале и представители молодого поколения. Легендарные песни они знают наизусть. В молодежном парламенте уверены, такие концерты – хороший повод еще раз вспомнить историю своей страны. Мы как молодежный парламент считаем очень важным доносить до наших сверстников то, что история такая, какая она есть. Нужно помнить и чтить наших людей, которые гадали жить за то, что сейчас мы живем с вами. Концертом участники молодежного парламента Советского района решили не ограничиваться. 9 мая они, как и сотни других самарцев, пройдут в бессмертном полку с портретами своих дедов и прадедов. Победа! Победа! Мы верили, мы знали победить! Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков. События. В председателе пойду, пусть меня научат. С апреля этого года в Самаре появились новые должности – председатели координационных советов и управляющие микрорайонов. Они должны помогать властям оперативно реагировать на проблемы жителей. Обучающий семинар для новых кадров провели в городской думе. Репортаж Валерии Макаровой. 26 человек сегодня получают свои новые удостоверения. Это управляющие микрорайонов и председатели координационных советов Самарского района. Они как связующее звено между районами, властями и жителями. Их главная задача – знать все проблемные места своей территории. Здорово, что сейчас настроилась вот эта система, то, что управляющие стали более ближе к гражданам, то, что мы можем доносить информацию до администрации и быстрее их проблемы все решать. Новые кадры выбирали на конкурсной основе. Для них уже готовы должностные инструкции. Рабочий день ненормированный, придется много общаться с людьми и отчитываться перед главой района. На обучающем семинаре в городской думе управляющим рассказывают об их обязанностях. Наверное, самая главная задача, с которой нам с вами нужно будет решать, каждый раз брать на себя ответственность. И вот те проблемы, к которым нам будут приходить люди, трансформировать в набор задач, которые мы можем с вами выполнить в определенный промежуток времени. Сегодня в обязательном порядке будем освещать две главные задачи, которые будут решать управляющие микрорайоны. Это благоустройство и это жилищно-коммунальное хозяйство. Задач у управляющих микрорайонов и председателей координационных советов намного больше. Но сегодня мы остановимся только на этом. В каждом районе Самары теперь есть несколько координационных советов. В него войдут активные жители и представители властей всех уровней. Здесь будут принимать решения, как можно сделать жизнь в районе и городе лучше. Это специалисты называют завершающим этапом реформы местного самоуправления. Валерия Макарова, Григорий Пешаков. События. Далее коротко о других событиях дня. Следствие не будет возбуждать уголовное дело по факту смерти Николая Парола. Напомним, тело 76-летнего директора завода «Салют» с огнестрельным ранением было обнаружено в его собственном доме 31 марта. Результаты доследственной проверки показали, что это было самоубийство. Ночью во вторник 2 мая в Самаре произошло ЧП. В общежитии Самарского исследовательского университета имени Королева вспыхнул пожар. Очаг возгорания находился в квартире, расположенной на восьмом этаже. Всех студентов, около 140 человек, эвакуировали. В полночь пожар потушили. Информации о пострадавших нет. Прятавший в лесопосадке более полутора килограммов тротила, 19-летний житель Чапаевска выслушал приговор. В ноябре прошлого года оперативники обнаружили тайник. Как оказалось, его сделал Павел Рожин, который украл взрывчатое вещество с завода «Полимер», где он работал с августа по сентябрь 2016 года. Чапаевский городской суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с наложением штрафа в 10 тысяч рублей. Это уже вторая судимость юного чапаевца. В ноябре 2015 года его осудили за нанесение экстремистских надписей и изображений на культовое здание «Мечеть Смирмамеда» в Чапаевске. На сайте госзакупок объявлен аукцион по поиску подрядчика на третий этап капитального ремонта «Склоны площади Славы». Аукцион пройдет 15 мая, а работы должны быть выполнены до конца этого года. Максимальная стоимость работ может достигнуть 36,5 миллионов рублей. За указанную стоимость подрядчик должен будет провести инженерные коммуникации. В итоге всех этапов реконструкции на площади появятся новые эргономичные лестницы с поручнями, специально контрастное мощение, тактильная плитка, система оповещения для слабовидящих, подъемники для колясочников. Также на склоне площади будут расположены сухие фонтаны. Жители Самары смогут поучаствовать в репетициях «Парада Победы». Их начнут проводить с сегодняшнего дня. Всего их будет три. 3 и 5 мая в 19 часов и 7 мая в 10.00. В воскресенье пройдет генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов, военной техники и авиации. Сам военный парад начнется 9 мая в 10.00, а вечером в 18.00 на площади состоится праздничный концерт «Моедины в победном строю». А вот о каких интересных событиях наши корреспонденты расскажут в следующих выпусках. Для тех, кто по жизни загулял в Самаре, работают три медпункта, где приводят в чувство пьяных горожан. Улететь не получится. В аэропорту таможенники разворачивают должников. Посадили и забыли. Самару озеленят неприхотливыми гортензиями. Сегодня губернатор, гость прямого эфира на канале «Россия-24 Самара» Николай Меркушкин расскажет о предстоящем параде на площади Куйбышева. Кроме того, речь пойдет и о подготовке к чемпионату мира по футболу, глобальном ремонте дорог и строительстве развязок. Также будут подведены главные итоги пятилетней работы Меркушкина в должности губернатора. Вопросы главе региона можно задать уже сейчас по телефону 926 11 22. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютубе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.